Приветствую вас дорогие зрители на канале Михалыч Топи Геймс, мы на аккаунте Бухалыча. И будем отправляться на зачистку нового ивента после обновления 1.10.3, это же конечно заправка. Вы видите как у меня уже выглядит чоппер, немножечко можно на нем побороздить просторы вселенной. Вот как это все круто, уже более реалистично выглядит. Конечно же ребят, пока что он на компьютере управлять ним очень тяжеловато, но я скажу что это большущий шажок в будущее. Так, показать и показать и показать, вот что. Заправочка, мы едим именно на заправку и смотрите что я взял с собой. Я набрал кучу большущих ресурсов, я вот недавно снимал про обновление видос на аккаунте Михалыча. И сразу же ребят, запасы всем тем, что можно обменять у нашей Джейн, то есть и бензином, и там и резиновыми изделиями, и проводами, и болтами, частями двигателей. Все это я забрал и сразу же вооружился покрупнее, чтобы как говорится не возвращаться назад, как на аккаунте Михалыча. Сейчас я разнесу, почищен всю заправочку и самое главное проверим, сколько всего, сколько очков дается за каждый из вида лута. Так, в этой локации мы на Чупере конечно же ездить не можем, но это не беда ребят. Легкостью мы сейчас сносим всех зомби и ВСС просто шикарная пушка для того, чтобы убивать зомбятушки. В колодный толстяк он хилится. Вы видите у меня даже какие-то модули там установлены, это с полицейского участка у нас оружие. Вообще, конечно, можно это все пройти, например, с простым мачете, я не спорю, но я хочу пошиковать, ребят, ради обновления готов потратить несколько даже крутых огнестрелов. Держите, потому что если мы будем лапашить это все ближнебойным оружием, то это может затянуться на часы. В разы дольше, часы больше. Так, вот мы забрались именно сюда, с этой стороны, то есть где-то здесь я так и не смог залутать Чопера. Вот как пробраться к этому Чоперу. Первый сразу же лут. И что? Бензин в бутылках. Бензин в бутылках тоже меняется у Джейн, поэтому, ребят, пока что это все мы оставляем. И давайте тут не выйдем. Выйти можно вот прям через такую маленькую дырочку в самом низу. Давайте, давайте сразу же поднажмем и пойдем лутать. Ой-ой-ой, сигнализейшн, ребят. Ай-яй-яй-яй. Ну ничего, ребят, мы сейчас справимся со всеми зомбятушками, которые здесь есть. Я не с мачетой, поэтому бояться мне нечего вообще. Броня, спецвойств и ВСС крутой. Модернизирование. Так, магазинчик. Держи по щам. Опа. А вот теперь нужно задуматься, какое оружие будет у нас следующим. Так, что-то очень громко этот глок стреляет. Сделаем в разы тише. Потише сделаем, потому что глотчатина очень-очень громко стреляет. Так, еще процентов на 50 тише сделали. Теперь, думаю, будет все. Тип-топ. Зайдем, попробуем залтать также вот этот мини-маркет. Иди сюда, токсический толстячок. Сейчас дадим мы тебе нормальных звездюлей. А то засиделся здесь в маркете. Сажрал, наверное, всю еду, которая здесь была. Так, вы видите горе-водитель, который влетел в мини-маркет. Нет, опа, ядерный узор. Это все пока что мы не трогаем, потому что у нас забито все вещами, которые можно обменять уже на очки. А эти очки, конечно же, на что-то более крутое, я так понимаю. И уже с нетерпением жду, на что же именно это все можно менять. Но сначала, конечно же, чистка. Чистка всего. Вот этого, что здесь есть. Заправка здесь включает в себя не только саму заправочку, но и прибрежные локации. То есть, получается, мы здесь можем очень хорошо развернуться и попробовать зачистить кучу-кучу машин. Залутать несколько движков. Это все у нас... Вот, не давало мне пройти к этому чоперу, но вы видели, как в самом начале можно туда зайти. Без особых проблем. Залутался себе и все. И сиди, отдыхай. Да, смотрите, я не зачистил даже 10% этой зоны. Ну, то есть, этой локации. А уже потратил целых два крутых огнестрела. Я думаю, что у меня будет не особо экономным прохождение. А вот вы, наверное, все-таки используете ближнебойное оружие. Кстати, дикие гиганты имеют большущий радиус удара. Поэтому приближаться вообще в притык сразу получите тыку. Смотрите, по три машины, по четыре сразу же стоят дальше. Чем дальше вы уходите, тем круче лут. Смотрите, тетушка бегун вылезла. Так, надеюсь на это... А, блин, сигнализейшн опять. Ой-ой-ой, откуда их сколько берется? Вы видите, это просто... Не знаю, как вы будете лутать ближнебойным. Если здесь даже с огнестрельчиками, так уж и легко. Эта зона не для начинающих, ребят. Для тех, кто уже как бы ровно стоит на ногах. Да что ж такое, они как бы все попадают по мне. Было бы прикольно, чтобы еще отжорство у них сделали. Чтоб они отжирались, хилились. Я понимаю, что здесь можно будет найти в дальнейшем много всяких багов. Чтобы где-то стать, чтобы вас не трогали. Или как-то лутать, чтобы никто, по-моему, не попал. Но пока что у нас этого нет. И вы видели, просто мне разнесли бронь в щен. Нету брони. На мне брони практически нет. Хоть эта бронь была надбитая немножечко. Но вы видите, что практически в негодность бронь разнесли. Надеюсь, это была последняя машина сигнализации. Пока что я в броне. Будем лутаться обязательно. Так, три машины здесь, так? Вряд стоят. Смотрите, монтировка и доска. Круто. Вот, первая машина. Если капот лутается, значит, здесь есть вот такой вот движок. Отправиться с таким движком тоже хотелось бы, конечно. И поставить его на поддон. Посмотреть, что нам это Джейн даст. Интересно, даст или не даст. Ну и, наверное, даже какой-то бонус. Так, вот еще движок. Просто интересно, сколько движков здесь можно найти. Это второй движок. Было бы прикольно подъехать сюда, да? И забрать его на Чопере. Но там была куча всяких, лежало лишних вещей, которые помешают нам проехать сюда. Это будет вообще невозможно, в принципе. Поэтому мы можем довольствоваться, только перенося эти движки руками. Дикий гигант. Ну, полицейский явно хочет первым получить парочку пульс нашего Глока-17. Так, мини-ванчик мы утонули, да. Ну, короче, здесь, да, можно найти много чего полезного. ФН Скар имеет более стабильную стрельбу и промахов с него в разы меньше. Не знаю как, но у меня это уже... Я не первый раз это наблюдаю. Так, еще один Чопер, смотрите. Есть какой-то лут, ключи. Как я понимаю, ключи нужно не зря я лутал. Выпадают очень часто ключи. Это означает, что все-таки они нам будут нужны. Четвертый движок. Намного меньше промахов делает ФН Скар. В разы прям, вот прям в разы. Одну машину можно лутануть в разных местах несколько раз. Ну, здесь простых два бегуна. Я не знаю, почему на бегуну в конце поставили. Причем простых. Просто, наверное, уже надоело. Да давай быстрее выпускаем. Ну, давай, хватит уже рисовать. Просто нарисуй их простыми. Вау, блин. Откуда вы взялись? Блин, вот эти самые бегуны, они самые жесткие. 120 хп. И урон по ним уменьшен. Они как с хардбункера, ребят. Это хардовые зомби. Очень надоедливые, как мухи, которые уже рули. Комары, которые на рыбалке. Постоянно жалят и жалят. Хотят высосать побольше крови. Нужно больше крови. Так, уже эта сигнализация сработала. Надеюсь, второй раз она не будет работать. Пять движков, ребят. Неплохо. Так, раз. А здесь три сразу можно лутануть. Поэтому можно в таксихе и внутрь заглянуть. Всякие пружины, мясо. Да ладно, одну машину с трех сторон-то лутает. Как так-то? Ни хрена себе. Ни хрена себе, сухой корм, ребят. Сразу же меняем, почему бы и нет. Сухой корм, нормальная тема. Давайте пока что вместо досточек возьмем. А все, по-моему, я зачистил все, что здесь возможно. Пять движков. Это мы все потихонечку, помаленечку, по зернышку, по семечку перевезем. Но пока что мы идем к Джейн. Где-то здесь она находится. Где-то левее или правее. Вот. Это, по-моему, чопера лутал. Да. Смотрите, сколько чоперов. Вот она, Джейн. Здесь живет. Здесь должен быть толстяк какой-то. Ага, вот она, зелененькая. Нажимаем на рукояточку и заходим. Она вообще ни слова, ни полслова. Что она хоть забрать. Хочешь прокачать байт, неси запчасти. На полной коробки поделюсь с тобой чем-нибудь из своей коллекции. То есть сейчас здесь можно уложить только баки, колеса и вилки. Сюда можно уложить вот именно то, что я принес. Один ключ с 20 очков. 10 ключов. 100 ключей нужно уложить. Пружины я не брал. Это плохо, конечно. Я пружины не брал. Можно пойти все полутать. Вообще все слутать, перелутать. Положить сюда. Вот. Вот. Давайте посмотрим, сколько один вообще хочет. Хочу как-то один сделать. Блин, как один сделать? Как один сделать? Сколько один движок дает? Так, ты чего? Тут вообще ничего нету. Давайте отправимся к нам в чоппер. Ну или сюда вот. Как-то делаем красиво. О, эту машину мы еще не лутали. Может быть здесь что-то красивое. О, пружинка. Отлично. Давайте один сделаем. Все, один сделали. Теперь один. Блин. Ну, ебать. И пружинка. Да и болты. И все. Круто, блин, ребят. Ладно, пружинка. До свидания. Нет. Мы сегодня чисто смотрим, что можно поделиться с Джейн. Поэтому монтировка. До свидания. Пружина. Привет. Вот оно что. Где-то сюда можно было ложить, да? 20. А пружина сколько дает? 5. Нифига себе. Придется позадротничать. Один движок дает сотню. 30 движков. Херандак. Забери награду у механика. Механик, ты даешь мне награду или нет? Забрать. Забрать. Ни хрена себе. Лутать. Лутать. Резинки. Резиночки. 75%. А, то есть не обязательно 100% очков заполнять. То есть, вот видите, выполнено 80%. Даже если у меня очков всего лишь 102, то болты есть тоже смысл им унести. Ну, конечно, да. Я понимаю, что я когда-то без... Вот оно что. А вот эти еще нельзя забирать, да? Ага, то есть, все, понял. Давайте посмотрим, что у нас. Две бутылки. Фосим. Что? Дикий гигант пошел. Неплохо. Собачий корм не берешь. Сколько одна канистра? Да ладно, я не хочу просто-напросто бензин тратить. У нас обновление с щоперами. Я думаю, что бензин мне понадобится в других местах. Отличная стабильность стрельбы. Так, ну все. В этом мы проверили. Ничего такого я делать не буду. Что в этих коробках? О, можно вообще какой-то мусор. Вот это металлолом, подшипники. Все сюда нести можно. Что сюда? Требуется двигатель или генератор. Требуется генератор или двигатель. Так, сразу же давайте принесем сюда движки. Они есть. Я ускорю, конечно же. Вот не вовремя блондинка зомби нас начала бить. Была бы ты приодета немножечко покруче. Я думаю, можно было бы что-то придумать. Плюс 100 репутаций с механиком. Прикольно, прикольно. Ладно, ребят. Я понимаю, что вот этот ящик мы откроем, чтобы узнать, что внутри. И мы сейчас открываем. На этом будем заканчивать. Что? Схема внедорожный байк. Использовать для изучения новой модели мотоцикла. Нихрена себе. Плюс одна схема. А, использую для изучения новой. Это что-то за хрень. Короче, у меня какие-то схемы выпадают. Что за хрень-то повыпадала? Что? То есть, один мотоцикл то ли выпадает? Или я так и не вкурил, что хочешь? Неси запчасть на полной коробки. Надеюсь, я у него в твоей коллекции. Короче, она нам чертежей надавала. Не знаю, как это все будет делаться. На аккаунте Бухалыча пока нету гаража. Надеюсь, в дальнейшем его заведу. Всем, ребят, спасибо за то, что смотрели. Не забывайте обязательно ставить лайки. Подписываться на канал. И пишите годные комментарии. Всем пока-пока. Увидимся в следующих видео.